Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно хвалить ребенка и вообще о похвале, когда она полезна, а когда может нанести вред. В гостях у нас Полина Сметанина, психолог и ведущая школы для родителей и воспитателей. Здравствуйте, Полина! Здравствуйте! Полина, мне бы хотелось сразу выяснить, может ли похвала быть вредной в принципе? Похвала может быть вредной. Есть виды похвалы, которые действительно могут как-то попасть мимо цели. Это так называемая похвала сно, когда, например, мы говорим, да, ты молодец, ты получил пятерку, но вот вчера была двойка. То есть вот это вот но, вот эта фраза после но, она обесценивает похвалу. Это не столько вредный, сколько бесполезный может быть похвала оценочная, когда мы говорим, ты молодец, там, да, там, здорово, ты там моя помощница, там, ну и так далее. И здесь я не могу сказать, что это вредная похвала. Скорее просто этой похвалы недостаточно для ребенка. Вот, кстати, об оценочной похвале мне бы хотелось более подробно поговорить. Сейчас действительно есть такое веяние. Многие психологи обращают внимание родителей на то, что ребенка не надо хвалить оценочно. Не надо ему говорить, ты молодец, а надо его хвалить за определенное действие. Например, здорово у тебя получилось, как хорошо ты справился. Но тогда получается, что ребенок, мне так кажется, видит свои плюсы только в том, как он себя проявляет. То есть вот я сделал хорошо, значит, меня похвалили. Но ведь те же самые психологи утверждают, что каждый человек должен свою ценность как-то осознавать, независимо от того, как он поступает, что он сделал. То есть мы все, по сути, хорошие. И мы можем как раз поступать плохо. И вот тут вот получается какой-то диссонанс. Почему же нельзя просто говорить своему ребенку, ты у меня такой хороший? Мне кажется, это говорить и нужно, и важно, что ребенок хороший. Но задача наша в том, чтобы вот это внутреннее знание у него было, что я хороший. И чтобы не было зависимости, чтобы он ощущал себя хорошим, независимо от того, сказали мы ему об этом или нет. И здесь оценочная, если только оценочная похвала, тут она вот может сыграть в такую вот некую вредность, да, нанести. В том плане, что ребенок будет ожидать постоянно оценки, чтобы другие оценили его действия. Наша задача все-таки, чтобы внутри его сформировался вот какой-то адекватный образ самого себя. И мне кажется, это вообще подарок родителей, если ребенок вырастет и будет знать о себе сам, что я хороший. И тут как раз-таки помощь нам похвала писательная. Ну, представьте, приходит ребенок, приносит нам рисунок, мы его видим и говорим, да, ну, да, хорошо, здорово, замечательно, молодец. И что он здесь вынесет о себе? Ну, в принципе, информации здесь немного на самом деле. Ее как будто недостаточно. А теперь представьте, что вот он приходит с рисунком, там у него, ну, допустим, петушок нарисован, и мы говорим, о, слушай, здорово, такой петуха нарисовал, и хвост такой вот, яркие такие краски подобрал, интересно, прям как настоящий. И вообще петух выглядит очень гордо, прям сразу видно, что вот он хозяин птичьего двора. И здесь ребенок уйдет от нас с неким знанием новым о себе. То есть, ну, что он умеет, например, подбирать цвета хорошо, передавать характер и так далее. Понятно, что внутри его это не будет сформулировано в виде вот этих слов. Но вот это внутреннее знание, что я могу, я могу это сделать, оно будет в нем оседать. А это внутреннее знание, оно гораздо важнее, ценнее и дольше, что ли, чем то знание, которое даем ему мы в виде оценки. То есть, получается, Полина, я вот из вашего примера вдруг для себя выяснила, что все-таки похвала не должна быть дежурной. Мы должны, по крайней мере, понять, за что мы хвалим. Выглядеться, всмотреться, вдуматься. И только после этого произносить слова, не говорить дежурно, молодец, а хорошо получилось и так далее. То есть надо вот разглядеть хвост, разглядеть гордый вид петуха, так скажем, образно. Но что касается похвалы, у меня тут еще, конечно, есть вопросы. Ну, например, нужно ли хвалить авансом? Вот есть такое правило у некоторых родителей, что мы похвалим, например, ну, в этот раз ты написал намного лучше, чем в прошлый. И это может быть не совсем правда. Так мы как бы настраиваем ребенка на то, что он будет стараться. Мотивирует ли такая похвала, которая не до конца искренняя, что ли? Я за честность. За честность в отношении с ребенком. И дети, они очень хорошо это чувствуют. Поэтому если нам наша задача не обмануть ребенка, а действительно найти то, за что он бы мог зацепиться и тянуться. И это что-то должно быть действительно адекватным. И в этом случае, если мы указываем только на недостатки, они демотивируют ребенка, лишают его сил двигаться дальше. Если мы говорим, что смотри, тот же петушок тебе самому, например, нравится, ну, что-то как-то не очень. А что тебе не нравится? Ну, наверное, хвост стоило бы сделать другим. Таким образом можно идти. И это будет честно, если мы действительно видим, что рисунок плохой. Если мы смотрим на рисунок и можем заметить какую-то деталь. Смотри, вот у тебя вот хвост очень хорошо получился, да? А здесь там можно вот под этот хвост, грубо говоря, подстроить весь рисунок. Или посмотри, ты хорошо написал вот эту букву, да? Вот, допустим, эта буква у тебя красиво получилась. И здорово, если они все такие же будут, ты можешь. И что это дает? Вот это дает, опять-таки, внутреннее знание ребенка, что я могу. Если я сделаю это один раз, значит, я могу это повторить. Это уже во мне есть. Ну, вот еще один такой своеобразный, на мой взгляд, совет психологов. Я вычитала, готовясь к нашей передаче, что не нужно хвалить ребенка за то, что ему дано от природы. Ну, например, если он быстрее всех бегает или вообще прекрасно учится, потому что ему легко дается, или у него очень хорошая память, то ему не стоит об этом говорить. Почему? Вот меня, например, удивило. Мне кажется, очень здорово, чтобы человек знал свои сильные стороны. Ну, а уже другой вопрос, как сделать так, чтобы он не гордился как-то нездорово, так скажем, и его уверенность не переросла в самоуверенность. Но, в принципе, уверенность в своих сильных сторонах, она, мне кажется, в жизни нужна, потому что, если мы верим в себя, мы можем свои таланты, заложенные в нас Богом, использовать для окружающих, в том числе и для себя, и это здорово. Да, спасибо большое за вопрос. Действительно, очень важный. Но, опять-таки, да, будем говорить о том, что наша задача сделать вырастить ребенка, чтобы его самооценка была адекватной. Что такое адекватная самооценка? Это когда я знаю о себе, понимаю, да, свои сильные и слабые стороны, и могу на это, ну, нормально реагировать, то есть не заваливаюсь там куда-то, там, не знаю, в отчаянии, если вдруг я сделал что-то не так, если я ошибся, и я не превозношусь, понимая, что я, например, поступил хорошо. На самом деле, в каждом из нас есть максимальное какое-то проявление, ну, той же самой, там, допустим, аккуратности или честности, да, и мы бываем максимально неряшливы. И максимально мы бываем редко, в основном где-то между. И вот это вот адекватное знание себя, что я бываю и таким, и таким, и таким, и возможность себя принимать разным, тоже любым, в разные периоды нашей жизни, и поддерживать. Это и есть хорошая самооценка, нормальная, адекватная самооценка. И я здесь не за то, что мне всё в себе нравится, мне какие-то качества могут в себе не нравиться, какие-то могут быть мне неудобны, но только видя и признавая, да, что это у меня есть, я могу с этим что-то делать, не отвергая от себя и не пытаясь как-то перебороть или себя скрутить в узел. Это первый момент. Второй момент по поводу того, чтобы хвалить, не хвалить за то, что есть. На мой взгляд, это очень важно, на самом деле, говорить ребёнку о том, что у него есть хорошего. У нас есть такая тенденция, как вырастить идеального ребёнка, ну подсознательно, по крайней мере. И бывает, что мы концентрируемся на том, что недостаёт ребёнка, на его недостатках. Да, всё, у меня ребёнок хороший, но вот только учится он не очень, или ну вот что-то вот он ест мало. И вот всё время, да, вот это вот «но» вставляем, обесценивая тем самым то, что есть у ребёнка. Но на самом деле то, что у него есть, вот сейчас здесь сильные качества, это та платформа, с которой он может выстраивать себя как личность далее. То, с чего он может начинать и чувствовать себя устойчиво. Ну и как же тогда правильно хвалить? Вот кроме того, что хвалить нужно внимательно, ну то есть не дежурными фразами, а какими-то точными, вдумчивыми словами. То есть понимая, за что мы хвалим ребёнка и что мы хотим ему сказать нашей похвалой. А может быть, есть ещё какие-то советы относительно похвалы, о которых я не знаю? Да, есть такой важный момент. Вредной может быть оценочная похвала, когда мы преувеличиваем какие-то качества ребёнка. Ну, например, если родитель скажет, ну там ребёнок сказал правду, и родители говорят, ой, какой ты у меня честный, прям самый честный на свете. И здесь что происходит? Да, ребёнок сказал правду, это факт. Но в этот момент перед ним могут возникнуть вот те события и те ситуации в жизни, когда он поступил нечестно. Это у каждого из нас в жизни есть, это правда. Когда он что-то скрыл от родителей, может быть, да, там утаил, не сказал правду, и здесь возникает напряжение. Напряжение и тревога. А что, если они узнают, какой я на самом деле? И тут может быть два пути. Либо я буду стараться и стремиться изо всех сил достигнуть вот той невероятно высокой планки, которую нереально достигнуть обычному человеку, ну потому что нереально быть всегда исключительно честным. Либо второй вариант, я буду делать, опять-таки это неосознанно, да, выбор, буду делать так, чтобы папа или мама поняли, что я на самом деле обычный, что я могу и плохо поступать, и не отвергли меня таким. И тогда мы встречаем ситуации, когда вот хорошие девочки или хорошие мальчики совершают какие-то невероятные, там, удивительные и какие-то, ну, несвойственные им поступки, которые удивляют, да, и как это, как вообще ты мог это сделать? Либо когда ребенок, вроде мы все время его хвалим, а он начинает вести себя плохо, он начинает капризничать и как будто нам доказывать, что вот я такой на самом деле, полюби меня таким, прими меня таким. Полина, ну вот очень хороший пример с честностью. Действительно, хочется похвалить ребенка за честность, где она ему невыгодна, и он ее выказал каким-то образом. Это здорово кажется. Ну, например, рассказал о том случае, о котором мог бы умолчать, который его с не самой хорошей стороны характеризует. И как же тогда похвалить в такой ситуации правильно, вот чтобы как раз не получилось то, о чем вы только что рассказали? Ну, вот на наших курсах «Дело с ребенком» мы даем такую формулу родителям. Похвалу можно выстроить по формуле «факт плюс эмоция». Ты поступил честно, мне так приятно, что ты сказал правду, да, и ребенок уже здесь несколько с другим, да, идет, другим самоотношением. Я очень рада, такой порядок вообще, такая чистота, так приятно в такую комнату зайти. Например, опять-таки факт, в комнате чистота, эмоциям неприятно туда зайти. Вот по такой формуле можно ориентироваться. То есть свои эмоции тоже важно вкладывать в похвалу, да? Для меня это тоже новость. То есть факт плюс эмоция. Очень хорошая схема, и, наверное, любому родителям может помочь, сориентироваться. Но мне бы хотелось понять, откуда тогда берутся люди излишне самоуверенные, предположим, которые, ну, например, не обладая какими-то качествами, даже профессиональными, например, уверенные, что у них все получается хорошо. С одной стороны, ну, наверное, можно подумать, что им проще живется, а с другой стороны все-таки видно, что им не хватает адекватной оценки себя. Это перехваленные или недохваленные люди? Или это вообще не связано с похвалой в детстве? Это очень связано с похвалой. На самом деле это иллюзия, что эти люди обладают какой-то невероятно большой самооценкой. У таких людей самооценка тоже невысокая. Дело все в том, что если они выбирают просто другой путь подтверждения и поддержания этой самооценки, это путь через отражение. Мне всегда нужен другой человек, либо лучше, чтобы это было несколько людей, которые бы отражали, что я хороший, я замечательный, я сделаю правильно. И поэтому вот этот вид самовлюбленный, это кажущаяся самодостаточность. И это возникает, как правило, когда вот такая глобальная похвала, когда родители говорят, что у меня самый лучший, у меня самый прекрасный, вот они вообще не достойны тебя, не надо вообще с ним ввязываться. То есть вот такая вот гиперпохвала, так скажем. Либо когда родители очень много ожидали от ребенка, и все время, да, ему говорили, что ставили вот эту невероятно высокую планку, ты достоин большего, ты можешь большего. И это вот как раз-таки вот тот путь, когда я пытаюсь, пытаюсь достичь, мне всегда нужен кто-то, кто будет говорить, что я молодец, иначе мне становится очень плохо, потому что внутри себя дети же очень чутко реагируют на несправедливость. Я внутри себя знаю, какой я на самом деле. Я знаю, что я недостаточно честная, я знаю, что я не изумительная, я знаю, что я не самый лучший, я разный. И вот это вот дашь, а невозможность принять себя разного, потому что иначе, а вдруг родители узнают и меня отвергнут. И это потом переносится на взрослую жизнь. Полина, вот еще такой вопрос. А компенсировать недостаток похвалы где-то в других местах нужно ли ребенку? Ну, например, ребенок занимается в художественной школе, он нарисовал прекрасный натюрморт, но учитель его не похвалил. Или сказал, нормально. Ну, вот такая манера у него. Или он считает, что, может быть, критикой замотивирует лучше своих учеников. Что тут лучше делать родителям? Поговорить с учителем? Или же поговорить со своим ребенком? Или же просто дома это как-то компенсировать? А мне кажется, здесь я бы с учителем не стала говорить, если нет таких явных каких-то оскорблений в адрес ребенка. Дома, да, и компенсировать. Но в каком плане? Опять-таки, если у ребенка нам нужно сделать все, чтобы ребенку вот это знание внутреннее, какое я, было. Вне зависимости от того, что скажут окружающие. В этом, наверное, наша основная задача. Поэтому мы подготавливаем его, когда хвалим как раз-таки описательно к этим моментам. И мы можем здесь у него спросить. Скажи, а сам ты как оцениваешь свои результаты? Ты сам доволен этими результатами? И если ответ будет да, тогда мы можем помочь. Но какие фразы, когда, например, тебя недостаточно хвалят, или, может быть, даже критикуют, а ты, в общем-то, считаешь, что это хороший результат? Что ты можешь сам себе сказать? И там могут быть какие-то фразы-помощники, ну, что-то вроде «главное, что мне это нравится», или «важно то, что я о себе знаю». То есть какие-то фразы, которые помогают ему выходить из этой критики самостоятельно. Если он недоволен, здесь момент такой, тут можно дать, попробовать узнать, насколько адекватно он оценивает вообще свои возможности. Ну, например, если он занимается каждый день до 7 часов вечера, то понятно, что с учебой будут какие-то проблемы. И чтобы он не завалился, что я такой плохой, ничего не успеваю. Нет, это реально сложно, может быть, даже невозможно успеть и учебу сочетать с какими-то такими дополнительными объемными очень занятиями, кружками, секциями. И здесь тогда вывести его адекватно, чтобы он научился оценивать свои силы. И если он хочет другого результата, что он может сделать? Мы переводим от вот этого зависания, что что-то со мной не так, к тому, что я могу сделать. А вообще захваливание, есть ли такое понятие в психологии? И есть ли дети, глядя на которых, или, может быть, уже взрослые, в которых сидит глубоко внутри ребенок, вы как психолог видите вот этого захваленного некогда ребенка? И как его можно распознать? Да, мне кажется, такое, ну вот это вот как раз-таки то, о чем мы говорили, когда человек с очень такой завышенной самооценкой. Он же никогда не признается в себе, что с ним что-то не так. Но вот это вот поиск постоянного подтверждения и вот это вот ощущение, что я самый-самый, это очень энергозатратное ощущение. Можно, когда мы даем преувеличенную похвалу, когда мы неадекватно оцениваем то, что ребенок делает, ну да, как-то вот его, все восторгаемся, например, вроде обычно, да, мы там в восторге, какие-то куча у нас восторгов. И еще это может быть, когда мы делаем все ради ребенка. То есть такой стиль воспитания, когда ладно, я вот лишь бы он, у меня детства не было, пусть у него будет все. Вот это тоже такой момент, который может привести к тому, о чем вы говорите. В общем, можно ли проследить какую-то тенденцию родителя, захваливающий своего ребенка? Он сам действительно недополучил в детстве этой похвалы. Вообще, как осознать родителю проблему вот в этой сфере? Как ему понять, что он что-то делает не так в вопросе похвалы? И начать корректировать свое поведение? На мой взгляд, вообще родителю очень важно начинать с себя. И начинать не с того, что я что-то делаю не так, а начинать с того, вот с той реальности, в которой я нахожусь как родитель. И с той реальности, из которой я вышел вообще, да, вот в свое родительство. И тут тоже важно начинать с принятия. И учиться, наверное, поддерживать и хвалить себя как родителя. Потому что если я как родитель считаю себя ничтожным, то ну как, ну какого ребенка тогда я могу воспитать? Какого я результата хочу достигнуть? И, наверное, здесь хорошо учиться хвалить себя и поддерживать себя как родителя. Вот это вот первый момент. И тогда, да, когда вот не будет этих залипаний, зависаний, когда у нас не будет очень больших требований от себя как от родителя, то требования от ребенка как от человека, ну как от ребенка, да, они тоже будут более такими земными, более реальными, которых можно будет достичь. И еще, Полина, вот многие родители понимают, что сравнивать детей нельзя. И вообще сравнение – это не самая здоровая форма воспитания, когда мы постоянно сравниваем братьев-сестеры или, например, ребенка с его одноклассниками. Но, тем не менее, большинству родителей не избежать хотя бы небольших перекосов в эту сторону. Например, если мы спрашиваем ребенка, ну как ты написал контрольную работу? А он говорит, на четыре. И мы тотчас спрашиваем, а другие, и если мы слышим, что у всех пятерки, у него одного четверка, то тут вроде бы как и не хочется хвалить. А когда он говорит, так почти у всего класса тройки, всего две четверки, молодец. И тут невольно получается, что мы его хвалим, сравнивая. И ребенок это, естественно, считывает. Даже если мы не говорим, молодец, что ты учишься лучше, чем твои одноклассники, не обязательно говорить таких очевидных вещей своей похвалой, преувеличенной его оценки. Мы тем самым его как будто бы сравниваем с остальными. Это ошибка? Сравнение вообще очень болезненная, на самом деле, вещь, которая ведет к очень многим последствиям. Здесь, мне кажется, важнее нам, как родителю. Мы здесь чувствуем себя комфортнее, когда наш ребенок лучше, и наш ребенок выделился. Это, конечно же, опять-таки вопросы к себе. На мой взгляд, тренировать воздержание от сравнений – это очень важно и очень ценно. И если ребенок приходит и говорит, что вот у меня четверка, здорово. Ну или там, да, что, да, не переносить на других. И если он сам переносит, говорит, ты знаешь, я рада, что у тебя такая оценка. Я не хочу, да, вот, слушать, как написал другу весь класс. Я очень рада за тебя. Ну и последнее, что хотелось бы подвести какой-то итог и понять вообще, в принципе, за что мы хвалим, когда, как часто. И, может быть, каких ошибок избегать точно можно. Хвалить можно так часто, как только есть возможность. Хвалить можно по-разному. Хвалить можно благодарность. Это тоже своего рода похвала. Это очень приятно, когда мы просто говорим спасибо. Называть ребенка разными мягкими словами. Ты мой котеночек, или ты мой зайчик, или ты мой такой хороший. Это тоже своего рода похвала. Хвалить, как мы уже сказали, описывая то, что он сделал по формуле факт и эмоции, то, как мы к этому относимся, что мы видим. Но есть такое мнение, что за одно критическое замечание нужно делать три замечания поддерживающих. Об этом тоже важно помнить. И вообще очень хорошая практика переориентировать с того, что не сделал ребенок, на то, что он сделал, на то, что у него получается. И себя в том числе переориентировать. Ну и, наверное, последнее, о чем бы мне хотелось поговорить, это похвала подростка. Мы все время говорим о похвале ребенка, как будто бы у подростка, наверное, уже совсем другие ожидания от родителей. Многие подростки даже как будто бы пренебрежительно относятся к похвали родителей, потому что им уже нужно признание где-то вне семьи. Но не означает ведь это наверняка, что родители должны прекратить его хвалить. Нам кажется, что ему нужно признание вне семьи. Но это не значит, что ему не нужно признание в семье. Все равно у подростка есть тоска по признанию в семье. И действительно, по некоторым данным, есть такая версия, что подростки в разы меньше слышат похвалы и вообще что-то доброго от родителя. И хвалить бывает очень трудно, потому что они такие очень ершистые. И вообще, отойди от меня, что ты меня трогаешь. В любом случае важно родителю найти возможность сказать ему, сообщить о своей любви. Пусть это не будет прямая похвала в лоб, если ребенок так воспринимает. Но каким-то образом, может быть, какими-то сюрпризами, подарочками. Может иногда приобнять, но ни в коем случае не при других детях. То же самое сказать, что я тебя люблю. Обратить внимание не на то, какой у него бардак в комнате, а на то, что я не знаю, там форточку открыл проветрить. То есть какие-то такие вещи искать, искать за что можно сказать хорошему подростку, очень важно. И потом, даже если подросток отбрыкивается и говорит, не надо мне вообще от тебя это ничего слышать, то это не значит, что ему это неприятно. Приятно и нужно. А родителям, супругам тоже необходимо хвалить друг друга? Безусловно, опять та же история, когда мы привыкаем обращать внимание на то, что не сделал. На то, чего не хватает. Не вынес ведро, там полы не вымыты, ну и так далее. Зарплата маленькая. А за то, что просто хорошо, что ты пришел, как я рада тебя видеть. Или, ой, здорово, какой там вкусный ужин у нас был. Элементарные фразы. Я вижу, что ты делаешь. Для меня это важно, для меня это ценно. И здесь ключевое, о чем бы я хотела сказать, это то, что вы заметили, Марина. Я думаю, что в похвале очень важна сосредоточенность и внимание, чтобы это было не мимоходом. Потому что даже идеально выстроена правильная, там, описательная похвала, она будет мимо, если она произнесена мимоходом. Ну что же, Полина, кажется, все понятно в этом искусстве. Будем осваивать. Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли и ответили на мои вопросы. Спасибо. Дорогие наши телезрители, а с вами мы прощаемся. Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»